Наш проект называется «Лига-раптеров». Он направлен на создание студенческого объединения, которое поможет первокурсникам адаптации к социальной жизни в университете и наладить дружескую атмосферу среди учебного коллектива. Адаптерами, в свою очередь, будут студенты, которые обучаются на более старших курсах. И они будут помогать рассказывать первокурсникам, адаптировать их к новой студенческой жизни, которая ранее им была неизвестна. Сразу возникает вопрос, зачем создавать каких-то адаптеров, если на данный момент уже есть студенческое объединение, которое помогает первокурсникам, и в нем участвуют кураторы. Кураторы отвечают на вопросы, связанные с учебой и устройством Google. Адаптеры же будут работать с Google в социальном направлении. Хотим отметить, что выполнять обе функции куратор не сможет. Это очень сложно. А при таком распределении эффективности работы... А при таком распределении эффективность работы с куракурсками будет намного выше. Как вообще будет реализована работа кураторов и адаптеров? На каждую учебную группу будут выделяться два человека. Одним из них будет являться куратор, который будет помогать им с работой... Ну, как происходит в университете работа. А адаптеры будут поддерживать их сплоченность коллектива. Следующий факт. То есть, вообще, зачем нужны адаптеры? Адаптеры нужны в первую же очередь для омолаживания дружеской атмосферы внутри учебных групп. То есть, это будет проводиться в ходе игр на сплочение. Также в ходе вот этих вот игр будет выбран староста. То есть, выбор будет происходить уже на основе личностных качеств, качеств лидера. То есть, на сейчас староста будет от того, какой сам человек. Также будет проходить до начала учебного процесса игра на изучение телевизорных групп. На этом работа адаптеров не закончится. Адаптеры будут налаживать атмосферу дружескую. Также подкреплять коллектив. Точно так же с помощью игр на сплочение в течение всего года наиболее активно эта работа будет происходить в сентябре. И также последняя, но последняя по списку, но не по значимости функция адаптеров, это информирование студентов о студенческой жизни. Следующий слайд. То есть, основная проблема, которую мы хотим решить, это разобщенность группы на начальной стадии обучения. Студенческая группа состоит из 20 человек. То есть, бывает так, что ребята очень долго не могут найти общий язык, ну или вообще его не находят. Адаптеры нужны для того, чтобы исправить и быстро сплотить коллектив. Это пойдет лишь на пользу учебному процессу. То есть, решение нашей проблемы. Мы хотим создать как раз вот это студенческое объединение адаптеров. Оно займется работой со своими группами для объединения их в дружный сплоченный коллектив. При выявлении каких-либо проблем, адаптеры сразу же займутся их решением вместе с психологом. Также с помощью игр на выявление лидерских качеств будет выбран или выбрана староста. Это позволит создать дружный коллектив с хорошим главой. Подобные студенческие объединения, кстати, есть уже в других вузах. Следующий слайд. Вообще, план наших действий. Все начнется с того, что мы постараемся наладить связь с нашим психологом. Мы договоримся с ним и начнутся занятия по подготовке адаптеров. Затем будет подготовлен план, по которому они будут работать уже с первокурсниками. План будет согласован с психологом. После всех вышеперечисленных действий можно будет начать полноценную работу с поступившими на курс. Еще мы хотим обратиться в вузы, которые уже имеют подобную организацию и хотим начать с ними сотрудничать. Для этого мы организуем круглый стол, на собрании которого будут регулярно обсуждаться работы кураторов, какие-то рекомендации, передача опыта. Следующий слайд. Итак, небольшой план действий и временные рамки. До апреля нашей целью будет усудить с психологом на дальнейшую совместную работу, также создать стадионическое объединение и в последующем набрать желающих поучаствовать в нашей программе. Во второй половине апреля мы собираемся устроить саму работу с будущими адаптерами. То есть, во-первых, возможны какие-то лекции психолога на популярную тему. И второй пункт – это изучение и проведение игр на сплочение. То есть игры, в которых будут сначала участвовать сами адаптеры, а в последующем мы будем проводить эти игры уже в 7-х годах. Приблизительная дата – это 31 августа, совместно с кураторами, будет проведена экскурсия, а также после экскурсии. Проведена небольшая игра на территории ВНМЕХа, в ходе которой, в принципе, студенты смогут найти труднодоступные аудитории по ВНМЕХу, также знать, где у них находится деканат и, в принципе, закрепить знания, полученные во время экскурсии. В течение сентября будут проводиться занятия раз в неделю. Они будут, опять же, направлены на общение, на сплочение коллектива. Ну, и также в течение года наши адаптеры будут поддерживать связь с группой, возможно, отвечать на какие-то их вопросы по общению и так далее. То есть, можно сказать, будут связующими для них и психолога. Следующий слайд. Итак, будущие перспективы. Естественно, проект будет проходить каждый год, желательно. Также в будущем адаптеры уже пришедшие наш курс и, как минимум, год задействованы в нашей программе, будут приходить, передавать опыт более младшим поколениям, скажем, и так далее. Следующий слайд. Итак, итоги нашей работы. Подводя итоги проведенной работы, нужно выделить основные изменения, которые произойдут, начиная с первого года работы проекта. Во-первых, это первокурсники, еще не начав обучение в стенах Винмеха, смогут в полной мере ориентироваться по вузу. Во-вторых, гранатный подбор старостных группе будет, в основном, влиять на организованность и осведомленность студентов, что очень отличная история. Еще на ранней стадии обучения мы сможем получить готовые к совместной работе коллектива. И также одна из важнейших целей – это объединение активных студентов в разных образах, занимающихся самоуправлением. Продолжение следует...